привет друзья сегодня выходные и отличная погода а это значит что я делаю блог для своего канала сегодня вам покажу варшаву но не ту варшаву которую вы привыкли видеть сегодня отправимся в район прага полнос этот район не особо пользуется популярностью туристов так что пойдемте со мной одной из достопримечательностей старой праги является базилика святых михаила и флориана собор епархии варшавы праги построенный 1887 1904 годах в неоготическом стиле во время второй мировой войны храм служил убежищем для гражданского населения центром района является веленская площадь сфиленским вокзалом и православный собор святой марии магдалей прага полноц одна из немногих дельниц варшавы сохранивший свой исторический облик дельниц варшавы 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 дельниц и Значительная часть зданий была построена в конце 19-го начала 20-го века, особенно в период Второй Жечи Посполыта и здания, построенные после Второй мировой войны, в стиле социалистического реализма. Большая часть этого жилого фонда нуждается в срочном капитальном ремонте. Коренные жители до сих пор сохраняют уникальный городской фольклор. В последние годы район начал пользоваться популярностью у творческой элиты. Здесь открылись многие модные рестораны и кафе, а также много различных художественных галерей. Но всё же я бы вам не рекомендовал здесь гулять ночью по городу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok канал. Те, кто желают поучаствовать в развитии канала, могут поделиться этим или каким-либо другим видео у себя в соцсетях. Я вам буду за это очень признателен. Всего вам хорошего, пока, до новых встреч! И на самый конец в Варшаве появились вот такие лавочки в форме книги. Здесь можно скачать аппликацию и послушать аудиокнигу бесплатно на тему, которая принадлежит этой лавочке.